Сегодня на уровне государственной политики поставлен вопрос профилактики предупреждения заболеваний, выявления факторов риска для каждого человека. И важнейшим мероприятием в этой системе являются дни здоровья. Принимая в них участие, каждый человек задумывается о том, как сохранить и укрепить свое здоровье. О том, как этот день прошел в нашем городе, расскажут наши корреспонденты. Делайте, делайте, делайте жаря, ну, будете, 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 молодой! Вот такой оздоровительной зарядкой началось утро на городской площади в минувшую субботу. Ставший уже традиционным, Краевой день здоровья на этот раз прошел под девизом «Каждая капля на спасение жизни». На площади работал мобильный пункт переливания крови. Как оказалось, в Славянском районе немало людей, готовых сдать кровь ради спасения чьей-то жизни. Среди них те, кто пришел сюда впервые. Но есть и люди, которые уже много лет являются донорами. Порой человеческая жизнь зависит от того, найдется ли донор. Тамара Боярко, будучи еще студенткой, пришла на помощь своему тренеру, с которым произошел несчастный случай. С тех пор, несколько раз в год, она сдаёт кровь. И в её семье это стало традицией. Это нужное, очень полезное дело. Ты делаешь добро людям. И, конечно, приятное для себя. Как это приятно, что твоя кровь кого-то спасла, правильно? У меня, например, я сдаю, дети мои сдают. И уже внучки стали сдавать. В рамках Краевого дня здоровья 65 человек не остались равнодушными и пришли на помощь, сдав свою кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. Ничто не интересует человека более живо, чем состояние собственного организма. На постах здоровья в этот день вели прием краевые специалисты. Онкодерматолог, мамолог, гастроэнтеролог, славянские врачи, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, невролог, кардиолог, а также терапевт Центра здоровья. Это отличная возможность на сегодняшний день получить консультацию краевых специалистов, не уезжая в город Краснодар, а также лишний раз посетить наших специалистов с целью коррекции лечения или назначения лечения или вообще получения консультации. Жители нашего города имели возможность провести лабораторно-диагностические исследования, сделать кардиограмму сердца, измерить артериальное давление, вес тела и рост, сдать анализы на определение глюкозы и сахара в крови. Для Ульяны Фоменко это очень удобно, ведь она пенсионерка, и пройти врачей в поликлинике ей тяжело по состоянию здоровья. Это очень хорошо, что придумали такое мероприятие, как День здоровья, когда люди могут прийти одновременно, в один день, в одном месте всё сделать. Жители Славинского района с благодарностью отзывались о работе краевых и местных врачей и об организации праздника здоровья, дающего возможность получить квалифицированные медицинские консультации разных специалистов. Это очень удобно, это как одно окно называется. Пришёл и сразу всё то, что надо, прошёл. Это очень хорошо и удобно. Так внимательно всё отнеслись ко мне. К ардиологу прошла, сахар измерила, кардиограмму. Для меня это вообще радость, что у нас есть сейчас такой вот… На встречу с врачами в этот день пришли 795 жителей Славинского района. В ходе мероприятия проведено 902 медицинских обследования. Консультации врачей получили 725 человек. 48 пациентов принял терапевт Центра здоровья. Краевой День здоровья проводится один раз в год. Но основные правила сохранения здоровья надо соблюдать ежедневно. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, своевременная вакцинация. И тогда здоровье будет у вас всегда. Надежда Неткочева, Михаил Варгулёв, Сергей Тимовский. Программа События.